Основная забота дачников сейчас это рассада. Уже скоро она обоснуется на грядках, но прежде придется хорошенько не позаботиться в домашних условиях, убедиться, что на начальной стадии вы все сделали правильно. От этого во многом зависит успех будущего урожая. Давайте обсудим основные вопросы выращивания рассады. У нас в гостях Ольга Досаева, агроном частного питомника. Доброе утро. Что у нас уже сейчас? Как должны обстоять дела? Что у нас уже должно колоситься? Ну, уже у нас должна быть достаточно хорошая и высокая уже рясная рассада помидор, перцев, баклажан, ранней капусты, летних цветов. Это такие как петуния, вербена, сальвия и так далее. Ну, немножечко попозже мы сеем в мае. В начале мая сеем огурцы, кабачки, арбузы. Вот, ну вот помидоры, баклажаны уже должны быть у нас прям. Нам всем же хочется, чтобы это все колосилось ударными темпами. И вот что влияет на всхожесть? На всхожесть семян влияет в первую очередь это качество семян. Это также немаловажно. Это срок годности семян. Обязательно обращайте внимание, когда вы покупаете, на когда они произведены, когда они упакованы и какой у них срок годности. Это очень важно. Что еще влияет? Влияет температура почвы, влияет сама почва. То есть она не должна быть плотной, она должна быть не пересушенной и не переувлажненной. То есть должна быть золотая середина. Мы осматриваем семена обязательно. То есть они должны быть ровненькие, гладенькие, не деформированные, не сохшиеся. Вот. Что еще? Обязательно, если у вас, возможно, вы покупаете семена какой-то определенной фирмы, берите этой фирмы. Не рискуйте. Можно брать других фирм, потому что сейчас очень великое множество этих семян. Но все же берите их постепенно, не так много. Все-таки отдавайте предпочтение уже проверенным фирмам. Общательно, нужно проверять рассаду, какие болезни ей могут грозить. Да, бывает и такое, что нашу рассаду не щадят и болезни. И вот две такие основные – это черная ножка и корневая гниль. Черная ножка, причина ее возникновения – это сквозняки. То есть избегаем сквозняков. Это загущенность посадки рассады, это переувлажнение. Проявляется она как? Листики начинают сохнуть, рассада начинает как паникать, наклоняться. Ну и чтобы убедиться, что это точно черная ножка, мы смотрим в область корневой шейки. Если выглядит так, что стебель как бы надламывается, это точно черная ножка, обязательно нужно эту зараженную рассаду убрать и рядом с ней посаженную. Ну то есть такой вот, потому что это грибковое заболевание, и оно, скорее всего, могло заразить и рядом посаженные стебельки. Вот, поэтому... Ну вот если вот рассада вроде внешне при осмотре выглядит здоровой, но она все-таки как-то странно себя ведет, опадает, вот что здесь делать? Опадает, но, скорее всего, это вот как раз-таки вот эта черная ножка. А, это была правда. Да, то есть мы вот убираем зараженные и поврежденные уже рассаду, мы ее уничтожаем, обрабатываем почву фитоспорином, можно золой присыпать, можно моргацовкой обработать, ну и не допускаем сквозняков. А если может ли быть такое, что может быть просто чего-то не хватает, там удобрений может быть каких-то, либо чего-то еще, поэтому она так... Если рассада паникает, нет, она может, если она немножко наклонилась, если она немножко вроде как увядает, тогда да, возможно, не хватает удобрений, но это редкие случаи, ну а вообще, конечно, при корм он имеет место быть. А что выбрать? Что выбрать? Выбираем, есть специальные удобрения для рассады, они прямо пишутся для рассады. Они есть универсальному назначению, то есть для всех культур, которые мы садим дома, а есть узконаправленные, то есть для помидор, для огурцов, есть такое. Но главное правило дачника, лучше не докормить, чем перекормить, потому что перекормим рассаду, она начнет у нас идти в рост такая вся, и нам будет казаться, ну сейчас она такой урожай даст, на самом деле нет. Она даст много листвы, хороший стебель, но урожай от такой рассады... Потратит на эти все силы, да? Она просто все силы и расходовать будет на свое вот это вот благоухание, она будет такая рясная, классная, но... И все, и все, да. И все, порадовались и ладно. А что касается нормы полива, вот тех основных культур, которые, например, вот сейчас, да, мы выращиваем, вот каких нужно поливать прям обильно, хорошо, а какие вот не любят, когда слишком влажно? Ну вот такого правила нет, что вот, допустим, помидоры вы прям заливаете, а огурцы нет, такого нет. Мы все делаем по обстоятельствам, то есть мы сами нормируем, то есть не допускайте пересушения и не допускайте переувлажнения, потому что переувлажнение – это нехватка кислорода, начинает задыхаться, начинает паникать. Ну и пересушивания тоже не хватает, влаги, питание, то же самое. Вот, поэтому осматривайте почву, и температура воды должна быть, комнатной температуры, то есть она не должна быть слишком теплой, то есть если кто-то хочет разбавить горячей водичкой, чтобы сделать хорошо, это тоже будет ничего хорошего. Ну и также сильно холодно из-под крана тоже. Лучше налейте воду заранее, пусть она отстоится, будет комнатной температуры, и проводите, пожалуйста, полив. И важно проводить полив не тогда, когда обильное солнце у нас на окошке, а лучше либо это в раннее утреннее время, либо уже к вечеру. Ну вот есть сквозняки, вы сказали, которые неблагоприятны, а есть тепло от батарей, да, у нас пересушенный воздух. Вот какие растения куда ставить? Вот любые растения, опять же, любая культура не любит и пересушения, и также не любит сквозняков, потому что сквозняки, опять же, и переувлажнение, это все дает почву для развития болезней, ну и также плохо себя чувствует. Поэтому батареи накройте плотным одеялом, сквозняки, ну старайтесь от них избавиться, или выберите такое окошко, или там такое место, где нет этих сквозняков. Ольга, спасибо вам большое. Весна, собственно говоря, началась уже давно, а сейчас уже и дачный сезон начинается, поэтому видеться сейчас будем почаще. Приходите, будем рады видеть. У нас в гостях была Ольга Досаева, агроном частного питомника. Субтитры создавал DimaTorzok